Двигаться вперед сквозь время и обстоятельства. Меня поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома. Часто бывает такая ситуация, когда нужно закрутить саморез в узком пространстве. В данном случае у нас промежуток для шторы идет, ниша. И бывает так, что нужно закрутить саморез с той стороны, но при этом, здесь в данном случае у нас 20 см, а расстояние может быть и 10 см, и 5 см. То есть в зависимости какое пространство, это заключает в себя определенную сложность, потому что шуруповерт, чтобы закрутить, у него есть определенный размер, чтобы туда подсунуть. Поэтому существуют угловые насадки специальные, у которых тоже определенный размер, то есть до какой-то степени он может пройти, эта насадка. Я хотел сейчас показать метод, в котором не нужны никакие насадки. Обычным шуруповертом вы можете спокойно любую нишу сделать до, даже до 2,5 см. Такая щель можно, все равно можно ее закрутить сам гипсокартон. Вот сейчас покажу три способа. Первый способ это выбрать оптимальный шуруповерт. То есть в данном случае у меня он короткий. Вот я могу закрутить нишу с помощью этого шуруповерта в пределах 20 см. То есть в данном случае у меня 20 см. То есть у меня спокойно шуруповерт заходит, я закручиваю. То есть это самое первое. То есть мы должны знать, что таким шуруповертом, какой шуруповерт есть, мы можем какое расстояние закрутить. Второе. Если у нас ниша, допустим, 10 см и меньше. То есть в данном случае у нас есть такая отвертка. Вот. Она даже порядка 9 см. То есть мы можем ей закрутить с ниши. Но хочу сейчас рассказать о том, как мы можем крутить с помощью шуруповерта. Потому что если мы будем, понятно, вручную отверткой дырявить профиль, это очень неудобно, очень тяжело. Вот. И что это надолго нас не хватит. Сейчас покажу, как с помощью вот этой отвертки можно закрутить в узком пространстве до 9 см. саморез. Вот. Для этого мне понадобится... Так, секундочку. Вот с помощью вот этого профиля, я специальный демонстрационный профиль прикрутил. То есть, допустим, нам надо с той стороны закрутить в узком пространстве до 10 см. саморез. Вот я для образца два самореза закрутил. Зачем я их закрутил? Как раз для того, чтобы понять, куда у меня саморез выйдет. То есть это как ориентир. То есть выкручиваем. Первое, что мы делаем, это с наружной стороны закручиваем саморез. После того, как мы его выкрутили, нужно его найти. Вот оно лежит. То есть засовываем его с этой стороны. У нас здесь уже отверстие готовое. Причем с резьбой это отверстие. То есть нам особых усилений составит его закрутить. Все. Теперь берем нашу отвертку. И загоняем. Видно, он легко идет. Особых усилий. Только в конце гипсокартона, когда чуть-чуть доводим, все ровненько закрутилось. Вот он наш саморез. То есть таким образом мы можем закручивать, если у нас ниша до 9 см. То есть в данном случае прям от жала отвертки до конца. То есть 9 см. Почему 9 см с учетом самореза? Потому что саморез мы сначала утапливаем вручную, а потом отверточкой добиваем. То есть такой отверткой до 9 см нишу можно обработать. Вот что если меньше 9 см? Допустим, там идет, я говорю, от 2,5 см. Вот следующим методом можно закрутить. Тоже по такому же сценарию сначала прокручиваем, потом на реверс выкручиваем. То есть у нас имеется отверстие. Попадаем с этой стороны. То есть единственная проблема, это просто дотянуться будет. То есть дотянуться, потому что у нас тоже рука, наверное, 3 см в толщину или больше. То есть понятно, что это я утрирую, что до 2,5 см мы просто не залезем туда. Вот единственное, конечно, если только край. Край, конечно, мы залезем. Вот далее, то есть мы используем простую биту. Зажимаем ее либо в ключ, либо вот как у меня. Таким образом. То есть вот ширину получается, если померить, 2,5 см. И добиваем. Добиваем уже вот таким образом. Да, это долго, это нудно. Но если приспичит, можно в узком пространстве спокойно закрутить. Вот. Почему это еще очень важно? Потому что когда мы крутим наискосок, конечно, нарушаем мы технологию, у нас гипсокартон плохо держится, профиль за гипсокартоном плохо держится, и в дальнейшем может трескаться, лопаться, понятно, из все вытекающие отсюда последствия. Вот. То есть саморез должен заходить ровно, перпендикулярно. Вот поэтому можете использовать, кто еще не использует, такие методы, когда узкое пространство, когда надо закрутить ровно саморез. Спасибо всем за просмотр.